здравствуйте здравствуйте рассказывайте чем пришли вы откуда как вас зовут я с алматы меня зовут виктория очень сложная ситуация в жизни жила с мужчиной 5 лет от него имею ребенка дочу в течение пяти лет строили вроде бы счастливую жизнь ухаживала за его родителями похоронили в итоге и маму и папу после этого он стал богатым женихом мне сказал что ты такая вот ты никакая ты мне больше не нужно ну и мы развелись то есть пока она нужна какая-то помощь я была рядом как я стала неудобной меня выгнали он вдруг разбогател у нас похоронил ради и забрал получил да мне единственное удалось получить в качестве какой-то поддержки на первое время иру квартиру на пять лет в аренду под алименты то есть он не выплачивает алименты я эти элементы обращаю обратно ну вот этот договор у нас только на пять лет ну что мне жить негде а ребенок еще был в садике на работу выйти не могла и у меня выбора не было я сама такие условия попросила потому что жилье в алмате снимать ну а он не желает то есть имея две квартиры даже одну дать ребенку чтобы я жила у них хочет но теперь он женился а его новая женщина приходит ко мне и говорит освободи квартиру он теперь но если по-русски говорить он теперь ебет меня он обязан меня обеспечивать мы будем сдавать квартиру а ты уходи ты живешь в его квартире до он гениальный мужик ты знаешь он тебе свою квартиру зал в аренду под алименты по сути от тебя юридически он избавился ты требовать от него ничего не можешь да элементу тебе платит ребенок повзрослеет и все осталось полтора года через полтора года я должна отсюда съехать мы родили второго ребенка и осталось нет а другого мужчину вот мы купили участок опять же в кредит мы рассчитались мы вместе стараемся работать и на следующий год у нас в планах поднимать дом а так как я сижу дома в декрете и меня шатает из стороны в сторону а у меня постоянно если про бывшего что он нас выгонит а мы еще не можем никак на ноги здесь встать то ли мне идти в эзотерику меня тянет то ли мне идти в бухгалтерию у меня проблемы то с папой папа болеет они из меня тащат мама приехала у меня папа с мамой в разводе мама с россии приехала меня поддержать мне помогает по работе и я как говно в проруби одним словом не знаю куда податься чем заняться и что делать не то тоже гениальная женщина это двух мужиков одновременно доишь да пока ну как двух ну тут на этом в гвардире ты живешь с тем ты покупаешь это моментами ну это вы как хотите там разбирайтесь но в оконцовке ладно понял я вы друг друга стоите со своим мужем конечно первым ты делаешь тем работаешь у меня небольшой магазин пивной и я периодически туда выхожу работать когда могу сейчас ребенок на больничном и меня заменяет мама на работе но там магазин это миллион в месяц где-то примерно если повезет 2 но у нас магазин маленький 20 квадратов поэтому там прибыль маленькая или он не выходит выходит ну не чистыми оттуда минус аренда но в 600 700 тысяч мама тоже за твой счет живет ну за счет магазина но как хотите вы это называете ну да ладно тебе остается оттуда 1200 ну плюс минус да то есть покрыть учебу собрать дочь оплатить гимнастику оплатить одежду питание мужик твой сейчас который что он сколько зарабатывает где-то 500 почему вы не снимите квартиру не уйдете у него алименты не будете напрямую отбрать мне отдавать сколько алимента у вас 40 43 тысячи поэтому вам выгодно и у него сидеть потому что это ну как бы снимаем еще за 200 да потому что сейчас планируем стройку начать вот сейчас взяли кредит поставить забор ставим забор огораживаем участок чтобы туда как-то что-то дальше строить своими силами чтоб ничего не воровали поэтому да нам выгоднее здесь жить ну а потом за его родителями у него отец лежачий был в этой квартире три года за ним уже все были забудь это уже на хрен кто там лежал ну и дело забудь уже они уже сгнили уже в земле и собственно можно взять и уйти дорогая ты хотела я тебе просто просто говорю да твоему мужчине второму не унизительно что-то у первого мужика дома живешь не знаю но мы к этому относимся как съемному жилью вы как хотите можете относиться к этому вы живете у первого мужа и для у любого мужика это сильно унизительная ситуация для любого и насколько он тебе не предлагал снять квартиру отдельно нет потому что мы финансово не тянем финансово не тянете вы а когда через полтора года вы потянете не знаю а кто узнает а мама тоже с вами будет на этом участке не знаю тоже вопрос сложный она россиянка и возможно уедет а там она за чей счет жить будет в россии за свой а сейчас почему не получается за свой счет жить ну потому что она мне помогает с нами живет а там у нее есть работа в россии да она может выйти на работу вот ты вот в такой раскоряк первый раз жизни попала да ты в этом в такой ситуации не была никогда а примерно похожи в школе в университете была два раза два раза это третий твой случай да такое получается да первые два раза что это было но я жила с отцом и с мачехой и они постоянно как бы пытались чтоб я пораньше вышла замуж и ушла я периодически уходила из дома один раз к подруге ушла но она потом сказала что вика давай уже уходи и мне пришлось искать жилье и уходить и потом в институте папа сказал дочь я тебя с института заберу пришел вечер он меня не забрал и мне пришлось просто вот сразу искать куда уйти жить это вот третий раз ты в эту ситуацию попала но если их вот так сравнивать с жильем туда а еще какие ситуации были где ты вот так вот на раскоряку стояла ну когда наверное надо было выбирать с кем жить с мамой или с папой это тебе сколько лет было десять что ты тогда чувствовал ну-ка вспомни ту ситуацию я хотела жить с папой и была жуткая обида и злость на маму вот та десятилетняя девочка закройте глазки вспоминай ощущения боль боль еще что там выпускает злость злость да выпускаю выдыхай боль злость свою давай 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 из груди прям выдыхай вспоминай свои качели это папа или мама папа ты выбрала папу да а мама что-то не любила мама мама пила много я может быть и хотела быть с мамой но не хотела быть в том состоянии где где было много алкоголя на тот момент и пьянки ага и поэтому вы блядь пивной магазин открыли и маму туда поставили дыши глубже мама сейчас пьет нет? нет нет ага дыши что произошло сейчас что на душе легче 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 что поняла? ничего 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 еще раз папа папа или мама? мама а что с папой не так? он потом тоже пил много ага сейчас он где? рядом недалеко живет болеет я помогаю с лечением иногда угу еще раз папа или мама? я не знаю я их я их одинаково люблю угу но я не могу да да выдохни смотри на меня еще раз папа или мама? не знаю ответ давай папа или мама? мама 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 глубокий вдох выдох смотри на меня папа или мама? мама папа папа вдох глубокий выдыхаем открывай глаза папа или мама? папа 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 вдох еще раз смотри на меня папа или мама? и зачем? оба оба вдох еще раз папа или мама? папа не знаю не знаю ну так еще раз папа или мама? оба давай вдох давай вдох повтори оба папа или мама? и папа и мама заяви заяви и прямо давай папа и мама еще раз папа и мама вдох еще раз заяви папа и мама папа и мама куда папа и мама папа и мама твою мать дает уверенней папа и мама дешев圖 Папа и мама! Черт! Я выбираю обоих, папу и маму! Выдох. Что чувствуешь? Мамки спишь? Ощущение, что не в теле? Легче. Легче. Кто поняла? Ой, там, 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 там. Войди, лягче. Понимаешь, ты на раскоряку всю жизнь стоишь? Всю жизнь! Одной жопой на двух стульях ты хочешь усидеть. Вдох глубокий. А теперь второй вопрос. Мужчина или квартира? Мужчина. Сделай вдох. Еще раз. Мужчина или квартира? Мужчина. Мужчина. Еще раз. Мужчина или квартира? Мужчина. А теперь говори я. Я. Имя. Виктория. Выбираю. Выбираю. Мужчину, блядь, с квартирой. Мужчину с квартирой. Вдох. Выдох. Выдох. Повтори. Я, Виктория, выбираю мужчину с квартирой. Еще раз. Я, Виктория, выбираю мужчину с квартирой. Еще. Я, Виктория, выбираю мужчину с квартирой. Вдох глубокий. поняла то не 2 блять мужиков у одного квартиры у другого хуй а мужчину с квартиры поняла да смотрите очень многие люди очень многие вообще дети детей ставили в раскоряк вот папа или мама кого-то больше любишь папу или маму самый тупой вопрос у тебя этот вопрос еще укрепился разводами да еще тебе нужно было маленькой девочке сделать выбор в ту или иной сторону с кем ты будешь жить поняла да больше ни единого компромисса никогда иначе где поймают там и будут трахать тебя то один то другой блять ну на тот момент когда стоял выбор остаться здесь вдох глубокий сделай выдыхай еще вдох спрашивают она должна отказаться от второго мужчины это надо взять второго мужика за яйца блять чтобы он снял квартиру и жить отдельно чтобы он как мужик проявился я тебе говорю для любого мужика унизительно когда его женщина живет у другого мужика были в квартире для любого нормального мужика берет женщину родила ты ему ребенка нехай берет ответственность за тебя и за твоих детей ты пизден вы же можете платить за квартиру уже сейчас сейчас можем но тогда у нас не финансов на строительство получится все будет лучше все получится дорогая пока в своем мужике не уверен так и будет он себя тоже не поверит так и будешь болтаться между говном в поробе услышала меня серьезно сядь с ним поговорить со своим мужчиной 150 тысяч тенге вы теряете 50 этот платит 150 вы теряете в месяц он 600 зарабатывает ты 300 имеешь услышала меня у тебя своя квартира будет с которой тебя блять никто не выгонит никакая сука там бывшего у этого мужика твоего яйца отрастут потому что ты будешь жить на его территории услышала дорогая да что чувствуешь а как же все что просто взять как же все что я здесь делала я весь ремонт в этой квартире сделала то есть я вот так вот все должна подарить и ничем получается все говорят хитрожопая хитрожопая в комментариях ну элементарно я в трех его квартирах сделала ремонт я в трех квартирах поставила мебель я обустроила весь быт я похоронила ты построила за свои деньги ему там ремонт сделала что ли я работала в мебельном да я всю мебель практически в кредит у своего мебельного цеха где я работала там и сейчас другая женщина все дорогая у тебя блять уже другой хер иди туда все уже блять ты все что ты там заработала ты оставил за 50 тысяч деньги в месяц терпишь унижение у тебя этого ничего уже нет блять услышала меня смотри на меня блять не читай комментарии ты это уже потеряла ты просто не можешь это осознать я просто не могу это отпустить да не обидно да поплачешь два дня отпусти блять поплачешь два дня отпустишь потому что он когда писали он писал блять расписку как мы будем имущество делить и он делил сука детские игрушки я говорю ты чё ты выбрала себе мелкого мужика да да возможно твой у тебя сын от него дочка дочка возможно она должна была родиться и ты вы должны были разойтись все она родилась все иди ты родила уже другого мужика иди живи свою жизнь даст он тебе что-нибудь хорошо не даст пошел нахер но унижаться так как ты сейчас не надо у тебя же самооценка в жопе сейчас у твоего мужика самооценка в заднице тоже из-за этого же услышь меня пожалуйста отпусти ты это все ты уже все равно высосал там полтора года осталось ты можешь конечно упереться там дальше жить но я тебе говорю вы еще готовы в этом аду жить так дальше за 50 тысяч не может лучше уже доплатите 150 снимите квартиру я хотела так сделать мама сказала не надо давай поживем еще здесь ну давай еще соседку послушай она покажет дорогая дорогая я тебе в аду живешь ты не понимаешь просто я понимаю ну ты на это согласна да я я я нет я не согласна я хотела еще год назад съехать отсюда складывались такие обстоятельства что мы не могли съехать сейчас когда обстоятельства складываются иным образом я готова съехать но опять же мама причем тут мама вообще пусть едет в россию у мамы семья семьи нету не сохранила она мужик съебался от нее папа твой да да давай будем ее советы слушать она наверное знает как семью сохранять да на меня смотри давай не будешь слушать маму и у тебя второму же свалит я поняла услышала меня мама делает так как она знает но так как она знает она одна осталась все равно тебе нужен сильный мужчина сильный мужчина платит за свою женщину и за своих детей а не за чужой счет он там сидит на квартире вы хоть вместе живете он с вами живет а ну вот молодец это ужасно если честно а потому что когда он будет платить сам за квартиру он и маму твою не захочет там видеть а он смотри для мужчины я тебе объясняю что он делает он живет в квартире твоего бывшего ёбаря с твоей мамой ужас ужас потому что если он будет платить за квартиру он твою маму может быть не возьмет но он и в квартире ходит по полинтусу блять там право право голоса нету потом не удивляйся что он съебался тоже на ноги станет свалит ну может быть я этого и боюсь и поэтому я здесь стараюсь остаться дорогие девочки объясняю вам всем дайте проявиться яйцам вашего мужика может быть да ты сейчас уйдешь он потом тебя бросит и ты будешь опять одна придется въебывать саму квартиру снимать возможно но появится хоть какая-то ответственность и твои блять как это может быть ты возьмешь ответственность на себя и перестанешь на раскоряку жить возможно понятно это твоя дорога будет очень страшной и я за тебя потом ответственность не возьму за твои решения это тебе жить ты можешь дальше остаться полтора года просидеть и потом это все начать ты можешь сделать так ты можешь сделать так как мама тебе говорит можешь но у тебя будут в жизни проблемы до тех пор пока ты ответственность на себя не возьмешь за свою жизнь понимаешь когда ты начнешь жить для себя ты выбираешь сколько через месяц или полтора года дождешься еще что будешь делать сегодня поговорим поговорим если решишь жить там дальше полтора года там пока когда вас уже выгонят и до конца это все отжать ты можешь сделать так но спроси у своего мужика насколько ему сейчас комфортно с вами в таком состоянии жить хорошо и это просто рекомендации и посмотри и посмотри как он себя поведет для любого мужчины это очень сильно ну неприятно если не унизительно то сильно неприятно но он говорил что ему неприятно потому что не имеет слова никакого он не будет иметь он смотри он на птичьих правах у твоего бывшего мужика где живет твоя мама еще с вами где в лучшем случае он покупает продукты вам и на этом все заканчивается у вас у тебя официальный брак нет? нет нет и участок он купил на себя да? нет на меня а ну хорошо тогда ладно тогда ты в более сильной позиции но в любом случае спроси я вам говорю если есть участок поставьте сука контейнер хоть в вагончике живите но у него своя территория должна быть я хотела уже говорила и мы вчера позавчера ну буквально на неделе я находила говорю давай хоть контейнер возьмем переедем я уже не могу так уезжайте поняла? поняла? если этот вопрос все равно остро ты уже ставила еще раз поговори и съезжайте тебе легче будет свой гребаный вагончик намного лучше чем жужая квартира я ездил по квартирам снимал 13 лет я 13 лет шатался я знаю что это такое когда тебя выгоняют постоянно и у тебя нету своего угла поняла? да 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 спасибо большое пожалуйста дорогая я надеюсь что ты сделала правильные выводы мы за тебя очень сильно переживаем и желаем тебе удачи спасибо спасибо давай пока просто закрой ферк телефон телефон подвис там кто-то писал что это вопрос не к психологу? нет вопроса который бы психология бы не затрагивала если это касается человека потому что то как вы живете то как вы то как вы тратите деньги во всем есть след этот травмический поэтому я знаю что такое жить в аренде потому что я выпал 13 лет или 11 лет шатался по квартирам и поэтому у меня клин на недвижки я очень люблю недвижки потому что мне кажется что это ответ видите тут намаз намаз или азан это что-то азан смотрите погоду сейчас покажу остались что это есть но как а freak а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...